Греем себя легкими покачиваниями вперед-назад, делаем это столько, сколько нужно, и перекаты вправо-влево тоже делаем столько, сколько каждому нужно, чтобы разогреться. Затем скручиваемся грудью, тянемся в одну сторону и через полукруг тянемся в другую сторону, стараемся тянуться подбородком к носку, для того, чтобы была вытянута прямая спина, делаем эти движения столько раз, сколько нужно, индивидуально. Дальше на выдохе тянемся вперед, стараемся расслабиться и слегка полежать, можно подниматься вверх-вниз, несколько раз опускаться, затем складываем ноги в бабочку, расслабляем ноги, прижимаем, слегка покачиваем, тянем и складываем ноги. Стопы вместе, носки на себя от себя, на выдохе складываемся вниз, так, чтобы колени были полностью в пол. Стараемся укладывать живот на ноги и все время тянуться подбородком к носкам, не лбом вниз, а подбородком к носкам. Садимся вот в такую позу, вытягиваем ноги и греем суставы, прокручиваем тазобедренные суставы в одну сторону и в другую. Затем делаем перекаты, задействуют здесь очень хорошо пресс, ягодицы должны чувствовать, как работают. И садимся вот в такую позу, колено, носок, прямая линия, тянем, вытягиваем шею, спину и выпрямляем ногу. Перекатываемся в шпагат, у кого пока не получается шпагат, просто вытягиваем прямую ногу и тянемся слегка. Снова повторяем точно так же это движение, прокручиваем суставы и снова перекаты. Очень хорошо работает в этот момент пресс, вы должны это почувствовать, ягодицы перекатываются через пол, чувствуется все. Делаем тоже несколько повторений, каждый чувствует по себе, сколько им нужно. И стянем в другую сторону, точно так же колено, носок, прямая линия, вытягиваем ногу и переходим в шпагат для тех, кто уже растянут. Каждый сидит по своим ощущениям в шпагате, затем растягиваем стопы, садимся, пятки вместе, следим, чтобы пятки не расходились. Пятки вместе, садимся всем весом на пятки, давим и потом расслабляем, вот легким постукиваем опол, расслабляем ноги, затем вытягиваем подъем, тоже следим, чтобы пятки были вместе и не расходились. Выталкиваем ягодицами пятки вперед. Дальше переходим вот в такую позицию, прикрепляем плечо к колену и вытягиваем ногу вниз, стараемся не отрывать плечо от колена. Натянули на себя носок и переходим снова в шпагат. Садимся и сидим до тех пор, каждый по своему ощущению. На выдохе ложимся, можем слегка полежать в шпагате. Переходим вот в такую позицию, нога правая, которая у нас была впереди, остается впереди, а левая нога сгибается в колени и раскрываем тазобедренный сустав над землей, максимально низко перекатываясь вперед-назад. Дальше садимся через ногу и делаем выпад к ноге рабочей, в данном случае у нас правая была рабочая нога. Закончили растяжку с правой ногой, переходим на левую ногу. Все точно так же повторяем, прикрепляем плечо, колено, вытягиваемся, делаем все это медленно. Каждый делает столько повторений по своим ощущениям, сколько ему требуется. Вытягиваемся и переходим к шпагату. Вытягиваем хорошо шпагат. Шею растянули, можно лечь, полежать. Снова переходим в такую позицию, вытягиваем таз над землей, максимально низко, вперед-назад. Можно слегка задержаться в самой неудобной точке и на выдохе подышать слегка, чтобы растянуться. Заканчиваем этот блок опять растяжкой в сторону ноги и выравниваемся, вытягиваемся вперед, ложимся, стараемся, чтобы спина у нас была ровная. Кто может перекатываться на руках, перекатывается вперед на поперечный шпагат. Дальше мы растягиваем спину, ложимся на макушку головы, делаем движения рук, обнимающие себя и поднимаемся. Поменяли ногу, круглая спина, вытянулись, круглая спина. И снова легли еще раз на макушку голова, прогиб в хорошей спине, обнимающие движения и вырастаем. Круглая спина, прогиб, круглая спина и ложимся. Сейчас это упражнение для подготовки поперечного шпагата. Ложимся, вытягиваем руки за головой, ноги вместе, свободно двигаемся в сторону. И при подъеме мы перекатываемся вперед через поперечный шпагат, заканчиваем растяжкой спины и аккуратненько растягиваемся, перетекаем в другую сторону, растягиваем спину, руки. На этом можно закончить этот блок растяжки.